Это какая-нибудь алгебра, и а маленькая, обратимый элемент в этой алгебре, вот крестик означает, что мы берем обратимый элемент в алгебре, то отображение из алгебры в себя, которое переводит элемент х в ах, а минус первой степени, сопряженной при помощи а, является автоморфизмом алгебры а. Вот, а называется внутренним автоморфизмом. Так что у каждой алгебры есть внутренние автоморфизмы. Они, конечно, могут быть тривиальными, если а находится в центре алгебры, но мы докажем, что любой автоморфизм центральной простой алгебры является внутренним. На самом деле мы докажем больше, чем это. Первая теорема, теорема Ньютер-Скодом. Пусть А – центральная простая алгебра над F, С и Т в А. Две простые под алгебры. Мы не предполагаем, что они центральны, но простые. Пусть F из алгебры С в алгебру Т – изоморфизм алгебр. Тогда он продолжается до внутреннего автоморфизма всей алгебры. Неожиданное такое свойство. Тогда существует такой элемент А, обратимый в алгебре А, что F от С равно АС А в минус первое. для любого С из алгебры С. То есть любой автоморфизм двух простых под алгебр может быть продолжен до внутреннего автоморфизма всей алгебры. Доказательства. Вот мы рассмотрим алгебру А противоположное тензорное произведение с алгеброй С. Значит, алгебра А у нас центральная простая, противоположная, разумеется, тоже центральная простая, и С простая. Мы знаем, что тензорное произведение центральной простой и простой будет простой алгебра. Это простая алгебра. Теперь мы рассмотрим А как правый А-модуль над этой алгеброй двумя способами. Правый А-оппозит С-модуль. Двумя способами. Первый способ. А это векторное пространство, нам нужно только построить правое умножение. Берем элемент А из А и элемент в тензорном произведении, скажем, X напишем элемент в А и элемент в тензорном произведении А противоположное тензорное произведение с С. Это равно АХС. Можете проверить, что это действительно модульное умножение. Поскольку мы умножаем справа, и здесь стоит А противоположный элемент, то действительно нужно умножать слева на настоящий А. Вот этот элемент Х. АС стоит справа, умножается справа на С. То есть это корректно определенное модульное умножение. Второе умножение на скаляру, обозначим его кружочком. Очень похоже, но использует отображение F. Это А, А, X и затем F от S. То есть мы применяем отображение F из нашего утверждения. Получается, что векторное пространство А является правым модулем двумя способами. И дальше мы вспоминаем, что любые два модуля над простой алгеброй одного и той же размерности изоморфны. Значит, два модуля, два правых модуля над простой алгеброй изоморфны. У нас есть два модуля. А с одним действием, а с другим действием, а с другим действием, а они изоморфны. Значит, существует изоморфизм между А и А, как векторных пространств. Линейный изоморфизм, который переводит одну структуру модуля в другую структуру модуля. То есть G от, скажем, X умножить на А, противоположное S, равно G от X умножить при помощи кружочка А, противоположное S. Когда мы записываем определение, получаем, что G от А, X, S равно А, G от X, да, F от S. Теперь мы полагаем, что X равно 1, S равно 1. Что же получается, G от А, G от А, G от А, равно А умножить на G от 1. Это для любого А из алгебры. Поскольку G изоморфизм, найдется такое А, что G от А равно 1, ну, скажем, А штрих, G от А штрих равно 1, и тогда мы получаем, что 1 равно А штрих на G от 1. И мы видим, что элемент G от 1 обратим слева. Ну, а дальше упражнение. что этот элемент также обратим и справа, то есть, на самом деле является обратимым. G от единицы обратимый элемент в алгебре. В простой алгебре любой элемент обратимый слева будет обратим. А штрих будет обратным элементом G. А G от единицы на А штрих будет зать. Да, G от единицы умножить на А штрих справа тоже будет равно единице. Левый обратный будет, на самом деле, настоящим обратным. Теперь полагаем, А равно единице и Х равно единице. Получаем вот это равенство. G от S равно G от единицы умножить на F от S. Мы подставляем вот G. Отсюда находим F от S. F от S – это G1 минус 1. G от S. А G от S – это S на А G от единицы. G от 1 минус 1. А G от единицы. Вот мы S. Мы G от S записываем как S на G от единицы, используя равенство. Вот все получилось. Это сопряжение элементом вот таким. Получилось, что F продолжается до внутреннего автоморфизма. Основное утверждение, которое используют доказательства, то, что любые два модуля одинаковой размерности изоморфны. Следствие. Если в качестве F взять автоморфизм алгебра А, то есть S равно А, T равно А, а F какой-нибудь автоморфизм алгебра А, то получаем, что он является внутренним. Любой автоморфизм центральной простой алгебры, то есть любой изоморфизм алгебры в себя является внутренним. Ну вот у нас имеется для центральной простой алгебры А. Следствие уже не нужно доказывать, оно вытекает из теоремы. Я просто по-другому запишу это следствие сейчас. У нас каждому обратимому элементу А сопоставляется автоморфизм алгебра А. Элементу А мы сопоставляем сопряжение при помощи А. То есть X идет в А, X, А в минус первое. Внутренний автоморфизм, заданный элементом А. Числительство говорит, что это есть селективное отображение. А что является ядром этого отображения? Какие элементы дает тождественный автоморфизм? Центр. Центр алгебра А. Но поскольку алгебра А центральна, то мы получаем изоморфизм по первой теореме об изоморфизме, что группа всех автоморфизмов алгебра А изоморфна. Фактор группы обратимых элементов А по неналевым элементам поля. А со звездочкой и Фа со звездочкой. Если взять в качестве А алгебру матриц, значит, мы доказали, что любой автоморфизм алгебры матриц является внутренним. Точнее, группа автоморфизмов алгебры матриц. Изоморфный фактор группы обратимых матриц GLN по F со звездочкой. То есть, всех обратимых матриц по модулю скалярных матриц. Это то, что называется группа, проективная линейная группа от F, матриц N на N. Это первая была теорема. Сейчас мы докажем вторую теорему. Которая использует в доказательстве первая. Это теорема о двойном централизаторе. Пусть А центральная простая алгебра над F и S – одна простая под алгебра. Тогда первое. Централизатор в А простой под алгеброй S тоже является простой под алгеброй. А простая. И центры у простой под алгеброй, которая может быть больше, чем F. Мы не предполагаем, что S является центральной. И центр централизатора совпадает. Центр централизатора. И центр алгебры совпадает. Под алгеброй совпадает. Второе. Размерность над полем F, разумеется, S, умножить на размерность централизатора равна размерности алгебры. Значит, не зависит от выбора S. Но это отражение того фактора, что чем меньше под алгеброй, тем больше централизатор. А здесь алгебра, она только для конечномерных алгеброй? А что? Ну, надо рассматривать только конечномерные алгебры. О, да, да. Я все время говорю про конечномерные алгебры, конечно. Но не конечномерных, даже первых утверждения будут неверными. Ну, я не знаю насчет первого, второго бессмысленного, видимо. Не знаю. Все основывается на теореме Вильдерберна, которая была доказана только для конечномерных алгебр. Вопрос хороший, надо подумать. И, наконец, если мы берем централизатор в алгебре А, централизатор от S, то мы возвращаемся назад к S. Вот именно поэтому теорема называется теоремой о двойном централизаторе. Доказательства. Вот рассмотрим алгебру B всех линейных эндоморфизмов алгебры S, рассмотренную здесь как линейное пространство. Вот такая конструкция у нас уже была. Любое алгебролинейное пространство, это алгебролинейный эндоморфизм, имеет размерность, равную квадрату размерности S. И мы знаем, что S содержится здесь в качестве подалгебры левых умножений, а также S противоположное содержится в этой же алгебре в качестве правых умножений на S. И более того, эти две алгебры коммутируют поэлементно, потому что левое и правое умножения коммутируют. И более того, это еще одно упражнение на семинарских занятиях, что каждая из этих двух алгебр является централизатором другой. Нам нужно будет такое утверждение, что централизатор B от алгебры S совпадает с S противоположной. Давайте вычтем пару централизаторов. Централизатор A умножить на B от алгебры S умножить на F. Но мы знаем общую формулу. Нужно брать централизатор в АС умножить на централизатор F в B. Но F – это центр B. Это же алгебра F. F в центре B. Так что это получается все B. Это один централизатор. Второй в той же самой алгебре A умножить на B. F умножить на S. Теперь мы смотрим S как алгебра в B. Значит, централизатор F в A – это все A. А централизатор S в B – это вот мы отметили S противоположная. У нас имеется два таких вычисления. Теперь по условию A – центральная простая алгебра. А S – значит, S противоположная, только простая алгебра. Тензорное произведение центральной простой на простой обязательно будет простое. Это алгебра проста. Дальше. Алгебра S умножить на F и F умножить на S – они, конечно, изоморфные. Просто они изоморф на S. Изоморф на S, изоморф на F умножить на S. И вот применим теорему Ньютер-Сколем к двум подалгебрам. Этиоремы, которые изоморфны. Этиоремы между ними продолжаются до внутреннего автоморфизма всей алгебры. Значит, по теореме Ньютер-Сколем, примененной подалгебрам S умножить на F и F умножить на S. Внутри алгебры B мы получаем, что эти подалгебры сопряжены. Значит, не только изоморфны, но и сопряжены. S умножить на F и F умножить на S сопряжены. Каким-то обратимым элементом в B. Тогда легко увидеть, что их централизаторы сопряжены. Тем же самым элементом. А централизаторы мы вычислили. Вот эти централизаторы... Сейчас, секунду. Значит, конечно, не в A, не в B, а в A умножить на B. Здесь все происходит в алгебре A умножить на B. Ну да, централизаторы в этой алгебре сопряжены. Централизаторы вычислены. Мы получаем C, A от S умножить на B. Сопряжено. А на самом деле для нас достаточно изоморфно. Второму централизатору A умножить на S противоположно. Ну вот тут забавное такое рассуждение. Просто изоморфности подалгебр недостаточно. Изоморфные подалгебры могут иметь не изоморфные централизаторы. А вот сопряженные подалгебры имеют сопряженные, значит, изоморфные централизаторы. То есть мы переходим к сопряженности по теории миниатра с кодами, а потом ее забываем. Нам достаточно знать, что централизаторы изоморфны. Вот эта алгебра проста, как мы выяснили. Значит, и первая алгебра проста. У вас есть произведение двух алгебр. которая простая. Тогда каждая из них проста. Это еще одно упражнение. Централизатор прост. Если произведение алгебр просто, то любой сомножитель прост. Вот половина первого утверждения. Теоремия о двойном централизаторе. Централизатор прост. Потом докажем вторую половину. Дальше мы опять применяем теорему. Просто вычитаем размерности в обеих частях. Размерность централизатора S умножить на размерность B равна размерности A умножить на размерность S противоположная или просто S. Ну а размерность B это есть размерность S в квадрате. Размерность S в квадрате сокращается. Одна копия размерности S сокращается. И мы в точности получаем формулу из второго утверждения. Так что 2 это тоже доказано. Теперь 3. Мы имеем, конечно, включение. S вкладывается в двойной централизатор. Это просто. А с другой стороны по пункту 2 мы можем вычислить, применяя эту формулу дважды, размерность двойного централизатора. Ну вот если вы два раза примените эту формулу, видите, там все сократится и получится размерность S. Так что у вас есть две алгебры, одна сойдется в другую, одинаково в их размерности, значит они совпадают. S равно двойному централизатору. Ну вот наконец нужно доказать вторую половину пункта 1. Мы докажем вот такое равенство. Центр централизатора равен пересечению S с централизатором и равен центру S. Здесь есть четыре включения. Вот три из них непосредственно следует из определения. Можете сами посмотреть. Одно, единственное, есть нетривиальное включение, а именно вот это включение нетривиально. Нужно доказать, что центр централизатора лежит в пересечении. Но, конечно, он лежит в самом централизаторе, поэтому нужно доказать, что центр централизатора лежит в S. Это единственная проблема. Но мы используем пункт 3 уже доказанный, потому что центр централизатора, конечно же, лежит в двойном централизаторе, а двойной централизатор совпадает с S. Значит, теорема о двойном централизаторе доказана. Следствие. Пусть S центральная простая подалгебра простой алгебры A. Наоборот, мы считаем, что S центральная простая, а не обязательно центральная. Тогда A изоморфно-тензорному произведению S и централизатора S в A. Это такое интересное утверждение о том, что центральная простая подалгебра всегда выделяется прямым сомножителем. Любая алгебра, даже не обязательно центральная, но простая, конечно, делится на центральную простую подалгебру. Как крайне полезное утверждение, если мы хотим изучить алгебру A, как только мы находим центральную простую подалгебру, мы ее выщипляем тензорным произведением и переходим к изучению алгебры меньшей размерности. Доказательства. Мы имеем естественный галаморфизм из тензорного произведения в алгебру A. Просто отображение умножения. S умножить тензорным на X переходит в произведение SX. Это отображение корректно определенный галаморфизм алгебр. Мы это уже обсуждали немножко в другом контексте. Поскольку алгебра S и централизатор коммутируют, то это отображение является галаморфизмом алгебр. Причем тут теорема двойном централизаторе. Вот мы используем первый пункт только теоремы. Интересно. Мы же не предполагаем, что алгебра A центральная. Я хотел сказать, что эта алгебра простая. Эта алгебра центральная простая. Тензорное произведение должно быть простая алгебра. А дальше размерности алгебра одинаковы. Это второй пункт теоремы о двойном централизаторе. И мы заключаем, что это изоморфизм. Так что приходится считать, что алгебра тоже центральная. Ну ладно. Центральная простая алгебра. Обе алгебры центральные. Но мне кажется, что верное утверждение, которое я сразу сформулировал. Ну хорошо, ладно. Размерности равны. Поэтому это изоморфизм. Хорошо. Следующий параграф 7. Поля расщепления. Алгебра. Итак, А у нас пока просто какая-нибудь алгебра, конечномерная алгебра над F. И давайте возьмем расширение поля F. Посмотрим, что происходит над расширением. Расширение полей. Не обязательно конечное. К надо F. Расширение полей. Мы можем взять тензорное произведение. Поле является алгебра над полем К. К – алгебра над полем К. Тензорное произведение алгебр – это алгебра над полем F. Но мы можем ее превратить в алгебру над полем К. Потому что К содержится в центре этой алгебры. Центр алгебры равен произведению центра А на К. На центр К – это К. И здесь К содержится. Поэтому А умножить на К является К-алгеброй. Как векторное пространство умножение скаляров из К происходит при помощи умножения на правый тензорный сомножитель. Дальше. Если у нас есть базис АИ, алгебра А, то тогда вектор вида АИ умножить на 1 будут образовывать базис тензорного произведения. Уже над К. В частности, размерность этих алгебр над разными полями одинакова. Я буду обозначать алгебру А с индексом К. Итак, размерность над К АК равняется размерности над F А. Мы расширяем скаляры с поля F до поля К. Это переход от алгебры А к алгебре АК – это расширение скаляров с меньшего поля до большего. Теперь, если А – это центральная простая алгебра. К – это простая алгебра. Произведение центральной простой на простую является простой алгеброй. И центр ее равен этому выражению. Но алгебра А простая, так что это F. И мы получаем, что расширенная алгебра тоже центральная. Нужен над полем К. Итак, центр АК равняется центру А тензору на К. Это F на К, то есть К. Итак, алгебра А центральная простая над F. То тогда расширенная алгебра будет тоже центральной простой над К. Здесь происходит небольшое жильничество такого типа. Я раньше говорил, что все алгебры конечномерные. И я забыл, что на самом деле мы будем применять технику тензорного произведения к расширениям полей, которые не обязательно конечномерные. На самом деле все рассуждения, которые мы проводили про всякие формулы с централизаторами, они выполняются для любых алгебр. Мы брали базис, который может не обязательно быть конечным. Так что, по крайней мере, пока не задействована теорема Витерберна, алгебры могут быть бесконечномерными. Теперь предположим, что две алгебры А и А' эквивалентны над F. Алгебры А и А' центральные простые. Что это значит? Это значит, что матричные надстройки над ними изоморфны для некоторых чисел N и M. Тензорно умножаем над F на поле К. Используя перестановочность матричных настроек с тензорными произведениями, мы получаем, что алгебры МН от А' и ММ от А' тоже изоморфны. И значит, расширенные алгебры А над К и А' является эквивалентными. Значит, можно перейти к классам эквивалентности, и мы получаем корректно определенное отображение на группах Брауэра. Отображение из группы Брауэра поля F в группу Брауэра поля К. Которые переводят класс от центральной простой алгебры А в класс от центральной простой алгебры АК, расширенной. Я утверждаю, что это отображение является геоморфизмом. Ну, давайте посчитаем тензорное произведение двух алгебр над К. АК и БК. Тензорное произведение как раз играет роль, используется для построения операции в группе Брауэр. Так, что такое АК? Это К. Это А умножить на К. А что такое БК? Это Б умножить на К. Когда берем тензорное произведение, можем переставлять скобки как хотим. Давайте сделаем так. А умножить на F на К умножить на B на К. Мы вот поставим такую скобку. Вот эти две К сократятся в середине. Получится А умножить на F на B умножить на К. То есть А умножить на B на F, а потом расширяем скаляры до К. Вот. Эта формула показывает, что отображение, которое он построит, является гауморфизмом групп. Давайте его обозначать и К над F. А по-прежнему центральная простая алгебра. К над F. Расширение поля К над F называется полем расщепления алгебры А. Если класс А принадлежит ядру этого гауморфизма. Ну, то есть, иначе говоря, эквивалентно говоря, класс А к равен единице. А мы знаем, что означает, что класс алгебры равен единице. Это значит, что сама алгебра является алгеброй матриц какого-то порядка над полем К в данном случае. Так что поле К является полем расщепления, а если над полем К, алгебра становится алгеброй матриц. Что такое число n? n это в точности корень квадратный из размерности А. Если вы считаете размерность обеих частей, получается, что размерность А равняется n квадрат. Вот, кстати, неожиданно получается такой факт, что размерность центральной простой алгебры всегда является квадратом целого числа. Вот это число n, положительное целое число, называется… Размерность над К этой алгеброй равняется n квадрат. Размерность над К этой алгебры, потому что размерность над F – сама алгебра А. Корень квадратный из размерности называется степенью алгебры А. Неудобно возиться с квадратами, мы увеличиваем квадратный корень и называем это степенью алгебры. Это целое число. Степень хорошо себя ведет при тензорных умножениях, потому что так себя хорошо ведет размерность. Степень тензорного произведения – это произведение степеней. И степень также хорошо себя ведет при расширении поля. Как видите, сколько размерность не меняется. Степень алгебры А над любым полем. К будет равняться степень алгебры А. А мы можем теперь ввести другое число для каждой алгебры, которое ведет себя совершенно по-другому. Он является более важным, чем степень. Это индекс. Опять берем центральную простую алгебру над f конечной размерности и по теореме Федерберна записываем ее как алгебру матриц какого-то порядка m, скажем, над алгеброй с делением. Это алгебра с делением, которое тоже, конечно, является центральной простой алгебры. И вот индексом алгебры А называется степень алгебры D, то есть корень квадратный из размерности D. Как связаны индексы степень? Ну вот если вы умножите индекс D, то есть если умножите степень D на m, вы получите степень A. Значит, степень A равна m умножить на индекс A. Индекс A меньше, делят степень всегда. Индекс меняется при решении поля, но зато он обладает замечательным свойством, что он является Брауэрин-вариантом. Вот что я имею в виду. Если у вас есть два класса равных, то есть две эквивалентные алгебры А и B, А и B, конечно, не обязательно изоморфны, но они имеют одну и ту же алгебру с делением, если вы записываете А в виде алгебры матриц над алгеброй изделением. m какого-то другого порядка, но на той же алгебре с делением. И поэтому индексы этих алгебр будут равны. Так что индекс на самом деле это инвариант не только алгебры, но и соответствующего класса в группе Брауэра, что неверно для степени, потому что вот эти алгебры имеют разные степени, разные размерности, хотя имеют одинаковый класс, но индексы всегда равны. зато вот индекс меняется при расширении поля. Какие свойства хотелось бы отметить для индекса? Вот когда индекс совпадает со степенью, когда m равно 1, то есть когда А является алгеброизделением. А – алгеброизделение. Это самое большое значение индекса, оно всегда делит степень. А когда индекс принимает самое маленькое значение? Индекс алгебры равен единице. Когда D – тривиальная алгебра, совпадает с полем F, то есть алгебра А изоморфна, алгебре матриц над полем F. Т.е. представляет собой тривиальный элемент в группе Брауэра. Тривиальный элемент в группе Брауэра, только он имеет индекс 1. Мы говорим, что алгебра А расщепляется, если она имеет тривиальный класс в группе Брауэра. То есть расщепленные алгеброй только они имеют индекс 1. Так. Теперь… Да, я сделал одно неточность здесь. Вот я написал, что АК изоморфна МН от К при условии, что К является полем расщепления. Я отсюда вывел, что размерность А является квадратом. Все хорошо, но откуда мы знаем, что есть поле расщепления? На самом деле мы знаем это. Мы знаем… Что можно взять в качестве К? Можно взять алгебрическое замыкание поля F, потому что над алгебрическим замкнутым полем группа Брауэра равна нулю. Это тривиально. Поэтому, если К является алгебрическим замыканием поля F, группа Брауэра К равна 1, поэтому К является полем расщепления любой алгебры. Взяв такое поле, мы можем дальше продолжить этот аргумент. Вот. Но это поле, алгебрическое замыкание поля F, оно обычно очень большое, бесконечное. А мы бы хотели найти поле расщепления алгебры, которое конечное над исходным полем F. И вот мы сейчас этим займемся. Давайте считать, что у нас задана сейчас не только центральная простая алгебра, но и центральная алгебра разделения. под полем в алгебре D мы будем называть поле, которое сидит в алгебре D, ну и содержит F. Я обычно буду пропускать это условие, говоря, что К под поле в D. Значит, это промежуточное поле между F и D. Кстати, вот одно из упражнений, которое вы уже знаете, состоит в том, что любая под алгебра в алгебре разделения является тоже алгебра разделения. Но она будет под полем ровно тогда, когда она коммутативна. То есть, К просто можно сказать под алгебра-алгебра разделением, которое коммутативно. Ну вот мы говорим, что К максимальное под поле, если оно максимальное в обычном смысле. Если есть какое-то другое под поле, К штрих между К и D, то оно равно К. Максимальные поля существуют. Почему под поле существует? Мы просто берем под поле максимальной размерности. Под поле ведь является под алгеброй, значит, оно векторное пространство. И нужно взять под поле максимальной размерности. Разумеется, оно будет максимальным под полем. Хорошо. Вот есть очень хорошая характеризация максимальных под полей. при помощи централизатора. А дальше мы будем использовать теремы в двойном централизаторе. предложения. Под поле К в Д, но Д по-прежнему алгебра разделения центральная, является максимальным. Тогда и только тогда, когда централизатор К в Д совпадает с К. Доказательства. Во-первых, отметим, что централизатор, конечно, всегда содержит К, поскольку К коммутативно, это поле. Поэтому речь идет о другом включении. Прямое утверждение. Нужно доказать, да, мы знаем, что К является максимальной под полем, но нужно доказать равенство. Возьмем любой элемент в централизаторе. Нужно доказать, что он лежит в поле К. Рассмотрим вот такое образование К от Х. Это под кольцо, порожденное элементом Х. На самом деле это под алгебра. Под алгебра ФД, и она является алгеброизделением и коммутативной, очевидно. Потому что К поле, и Х из централизатора, значит, он коммутирует с К. Так что это коммутативная под алгеброй, значит, под поле. А поскольку К максимальное, то мы заключаем, что К от Х равно К. Значит, Х, который содержится, разумеется, в К от Х, также содержится и в К. Получили включение обратное. Теперь противоположное утверждение. Нам нужно доказать, что К максимальное. Предположим, что есть поле между К и Д. Тоже поле К. Тогда К-штрих содержится в централизаторе в Д от К. Потому что К-штрих под поле, оно коммутирует... Все элементы К-штрих коммутирует, в частности, К-штрих коммутирует с К поэлементам. А это есть К. Это доказывает, что К-штрих равно К, то есть К максимально. Вот следствие. Следствие. Если К в Д максимальное под поле... то его размерность, то его размерность, то есть степень над базовым полем, это размерность К над Ф, всегда равна одному и тому же числу, а именно степени Д. Это совершенно не очевидно, что все максимальные под поля имеют одинаковую степень, тем более равную корню квадратному из размерности А. Вот мы используем как раз теорему о двойном централизаторе. Мы знаем, что централизатор от К равно К по предыдущему предложению. А дальше по теорему о двойном централизаторе размерность К умножить на размерность централизатора равна размерности алгебры. Ну а поскольку централизаторы К совпадают, то это и есть размерность К. Слева стоит размерность К в квадрате, справа стоит степень алгебра в квадрате. Берем квадратный корень и получаем, что степень К над Ф, это и есть как раз размерность К над Ф равна степени алгебра А. Все максимальные под поля имеют одинаковую степень. Кстати, если мы знаем одно максимальное поле, как найти другое? Да, просто применить какой-нибудь внутренний автоморфизм, сопрячь. Вот если у вас К максимальное поле, то сопряженное каким-то элементом тоже будет под полем. И вот К можно получить из предыдущего тоже сопряжением. Так что понятно, что если К максимальное, то сопряженное тоже максимальное. И можно спросить, верно ли, что все максимальные поля можно получить таким образом? Ответ – нет, неверно. Не обязательно, что все максимальные под поля сопряжены. И даже изоморфно. Бывает много неизоморфных максимальных под полей. Так, ну хорошо, сейчас закончено. Всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Всё. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ